Всем здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Добро пожаловать снова на канал. И вы, как всегда, находитесь в ежедневной рубрике новостей из нашей солнечной Испании. Итак, начнем с ситуации. Скорее всего, ситуация у нас продолжает быть стабильной. Уже две недели прошло, как у нас закончилась чрезвычайная ситуация в стране. И случаи пока сильно не начали расти, что нас вознадеживает, откровенно говоря. За прошлые выходные, пятницу, субботу и воскресенье, было зарегистрировано 11067 новых случаев. Чуточку меньше, чем в прошлые выходные. Индекс заражения у нас в Испании на 14 дней тоже упал до 129 на каждые 100 тысяч жителей. Но уже понижается намного медленнее, чем это было раньше. Новые меры уже вступили в силу, начиная со вчерашнего дня. Поэтому у нас официально уже комендантский час с часу ночи до 6 часов утра. Бары и рестораны открываются до половины первого ночи. В общем, в нашем регионе все более-менее приходит в норму. Для тех, кому интересно, как у нас идет вакцинация, те, кому не интересно, прокрутите где-то 30 секунд вперед. Ну, а те, кому интересно, будем слушать. 17,1% в Испании у нас жителей. Это официальная цифра тех, кто уже иммунизирован, кто получил полную дозу вакцины. Ну и плюс ко всему еще те люди, которые переболели. А не только вакцинировались. Так что этот процент, по идее, немножко выше. На данный момент у нас уже свободно вакцинируют людей от 50 до 59 лет. Кстати, мы маме тоже позвали буквально через пару дней вакцинироваться. Есть люди, которые уже 40-49 летние, которым звонят. У нас в нашем регионе будут звонить, начиная от 40 лет в июне месяце и в июле от 30 до 39. Ну, а все остальные в августе. Также очень интересный момент. Многие люди, которые находятся здесь в нелегальной ситуации, то есть это иммигранты, у которых нет бумаг, нет документов, нет ВНЖ пока что, тоже будут вакцинированы. Пока еще не говорят, как смогут их обнаружить, потому что обычно эти люди не числятся ни в социальном страховании, они не числятся нигде. И как с ними связаться, непонятно. Но наше министерство по здравоохранению надеется, что пойдет голос, пойдет слух, и эти люди сами придут, те, кто хотят, сами придут в Центре здоровья и скажут, что вот я такой-то, такой-то, у меня нет бумаг, но я знаю, что можно вакцинироваться. Надежда вся на это, потому что по-другому никак этих людей не найти, раз они нигде официально не числятся. Но все-таки вакцинация для них тоже будет возможной. Еще одна новость о том, что закончилась официальная ярмарка Фитур. Это ярмарка интернациональная по туризму, которая проходила у нас в Мадриде со среды прошлой недели до воскресенья. То есть закончилась буквально позавчера. В ней участвовало уже примерно 62 тысячи людей, которые приходили туда и поинтересоваться новинками туризма. Из них 42 тысячи были профессионалы, ну а остальные были просто люди, просто любители новостей, те, которым интересно туризм, и которые очень любят путешествовать. И те, кому было интересно узнать, какие новинки будут, какие будут где-то ограничения, в общем, что да как будет в пандемии с открытием границ. 5000 компаний участвовало из 55 стран физически на этой ярмарке, как вы уже знаете, ну а все остальные были онлайн, то есть можно было смотреть, там был их стенд, но просто на экране через Zoom или через Skype они рассказывали все то, что было интересно находящимся там людям и фирмам. Все страны пытались со своей стороны показать, все страны пытались с наилучшей стороны показать все то, что они предлагают, позиционировать себя как, во-первых, безопасное место для путешествий, как-то что-то иное предложить людям и туристам, чтобы завлечь их к себе. Ни одна Испания это пыталась сделать. Третья новость, с которой я хотела с вами поделиться, о том, что сегодня наш Конгресс, наш Совет Министров будет решать, понизить ли налоги на свет, на те компании, которые нам поставляют электричество. Благодаря этому они хотят понизить, соответственно, цены для людей в итоговом счете за каждый месяц. Но, конечно же, они очень странно это рассматривают, по их словам, они хотят понизить налоги, чтобы люди платили меньше, особенно в такие ключевые моменты, как был у нас, к примеру, в январе, когда пришла Дана, пришел очень сильный холод в Испанию, особенно на север. Многие части Испании были заснежены, было очень холодно, и тогда цены за свет у нас подскочили неимоверно. Такого не было на протяжении очень долгого времени. Именно ради этого они хотят срегулировать налоги, чтобы такого не случилось. Но, на самом деле, это никак не повлияет на чрезвычайные ситуации, поэтому они все еще это рассматривают. Но будем надеяться, что действительно налоги понизят, потому что в некоторых местах, еще и в зависимости от того, теплый дом или нет, люди платят огромные деньги в месяц за то, чтобы либо утеплить дом, чтобы было тепло зимой, либо чтобы летом не было сильной жары. Так что посмотрим, что же они решат, понизят ли эти налоги или же нет. Четвертая новость про президента нашего правительства, Педро Санчес, который все-таки вовлек Европейский Союз в ту проблему, которая на данный момент имеется у нашей страны с Марокко. Вы знаете, что была очень сильная неприятная ситуация из-за нелегальной иммиграции из Марокко к нам сюда в Испанию, в зону Сеута. Это автономный город, который находится на территории Африки, но принадлежит Испании, испанской территории. Так вот, Марокко разозлилась из-за того, что Испания приютила того, кого не должна была, и из-за этого прислала нам сюда многочисленное количество иммигрантов. В итоге большинство этих иммигрантов вернули, где-то около 8 тысяч, почти все, кроме детей, уже развернулись и ушли обратно в Марокко. Но на данный момент Испания просит помощи, чтобы такого больше не произошло, и все страны, без исключения Европейского Союза, все члены Европейского Союза поддерживают в этом Испанию. Европа не то чтобы пригрозила, но предупредила, что большое количество субсидий и помощи, которые получает Марокко от Европейского Союза, зависит именно от того, какая ситуация с миграцией будет на тот или иной момент. То есть, чтобы они следили за своими границами и удерживали людей, чтобы не было вот этого огромного потока народа. Также Испания, к примеру, за последние 4 года выдала Марокко больше чем 320 миллионов евро. Это либо помощь, плюс ко всему еще туда входят и кредиты, которые Испания Марокко дала, чтобы потом они эти деньги им вернули. Также многочисленная помощь, которую они туда всегда высылают. И это большие деньги. И на самом деле многие из нас думали, что отношения у Испании с Марокко очень хорошие. Но после того, как предыдущий король ушел и отдал трон своему сыну, у прошлого нашего короля бывшего отношения с Марокко были просто замечательные, теплые. Но у нынешнего короля отношения не такие уж теплые, а чисто дипломатические на политическом уровне. И все. Поэтому, очевидно, из-за этого произошло то, что произошло с Марокко. Но Европейский Союз тоже дал им знать, что если они так и дальше будут продолжать себя вести, то, возможно, им урежут какой-то большой кусочек тех денег, которые им обычно выдают в помощь. Две последние новости из нашей провинции Аликанта, из Валенсианского округа. Первое про концерты. Начинается у нас время лета, тепла, замечательной погоды, безоблачного неба. И начинаются вечерние концерты. Первый концерт будет у нас 29 мая. Уже совсем скоро, через несколько дней, в Аликанте. Эти концерты всегда проходят в зоне порта Аликанте на части, которая носит номер 12. Именно там, рядом с таким зданием Вольво, там проходят все концерты. Плюс ко всему есть небольшие ярмарки, есть и для детей какие-то развлечения, велоспортивные гонки, раскраски, в общем, все что угодно. Также есть и гастрономическая часть. Можно попробовать какие-то традиционные блюда здесь из Испании, из нашей зоны. И также бывают даже оперные певцы, бывают концерты инструментальные, вживую. Но самое интересное, это то, что с 10 часов вечера практически каждый второй день там будет какой-либо концерт с самыми популярными артистами у нас здесь, из Испании. Так что можно будет сходить. Мы с вами постараемся посетить хотя бы один из этих концертов в течение лета, чтобы дать вам понять, что же это такое, как вообще все происходит, и много ли людей их посещают. Я вам оставлю ссылку здесь внизу, в описании под видео, с официальным сайтом этих мероприятий, потому что на некоторые вещи нужно будет покупать билеты на вход, поскольку в этом году, конечно же, из-за ситуации лимитированное количество людей туда может попасть. Именно на концерт нужно будет покупать билеты. Если вы хотите просто прогуляться, что-нибудь посмотреть, попробовать блюда, чтобы детки поиграли, то на это билеты не нужны. Так что посмотрите здесь внизу, потому что первый концерт начинается 29 мая, уже совсем скоро. Ну, а вторая новость из нашего региона о том, что в самом центре Бенедорма это исторический центр города, рядом с отелями, где находятся все самые популярные барчики, ресторанчики недалеко от моря. В общем, вся та зона, где ходит большое скопление людей, есть одно здание, которое пустует. Это историческое здание, у него очень интересная архитектура, которая сочетает в себе современную архитектуру, современные части и дерево, именно какие-то детали из чистого дерева. В этом доме никто не живет, потому что им не хватает лицензии на то, чтобы сделать этот дом с жилым помещением. Ну, а владельцы этого дома пока еще на данный момент его не отремонтировали, почему-то они все чего-то ждут. И в итоге, вы знаете, что произошло? В этот дом заселились окупас. Многие люди, которые проживают рядом с этим домом и жалуются бесконечно в аюнтаменту, в муниципалитетный дом в Бенедорме о том, что то, что там происходит, не нормально. Это исторический центр города, там огромное количество туристов, людей, которые гуляют, и семьями. И видеть дом в таком заброшенной ситуации, плюс ко всему еще с окупасами внутри, постоянный шум, ссоры, в общем, что-то неприятное, что там происходит, этого быть не должно. Особенно в таком туристическом месте, как центр города Бенедорма. Но ничего, увы, не могут сделать. Закон по-прежнему еще не то, чтобы находится на стороне окупасов. Нет, не поймите мне неправильно, но все-таки закон очень долго тянут, и тянут как резинку, вот эту жевательную, знаете, растягивают ее до бесконечности, и только потом выгоняют. Будем надеяться, что как-то эту ситуацию разрешат, потому что действительно это очень некрасиво видеть, гулять, видеть в центре города такое помещение, которое все исписано граффити, там побиты окна, там внутри люди спят в мешках, или даже без мешков, просто на полу, поэтому неприятно на это все смотреть. И это не те люди, которым действительно нужна помощь, это люди, которые занимаются вандализмом, это люди, которые занимаются нелегальными всякими делами, воровством, это не тот тип людей, которых можно понять и сказать, ну ладно, у человека безвыходная ситуация, ну живи ты там, но придерживай чистоту, ухаживай за тем местом, где ты находишься, это не тот вариант на данный момент, поэтому пытаются их оттуда выгнать, но пока что, увы, никак. Эта ситуация повторяется во многих городах у нас здесь, в Испании, все чаще и чаще, из-за ситуации, которую сейчас переживает страна, из-за экономического тяжелого положения, ну или просто потому, что люди не хотят искать работу и предпочитают идти по более легкому пути. Зачем где-то снимать что-то в аренду, когда можно бесплатно куда-то забраться и пожить. Вот такие новости нас ждали с вами сегодня. Что же касается нашей испанской погоды, погода у нас по-прежнему замечательная, распогодилась, есть небольшие облака, но они совсем легкие, несущественные и практически не загораживают нам наше испанское солнышко. Почти во всей Испании будет хорошая погода, кроме немножечко с севера, там до сих пор будут облака и в некоторых частях может быть кратковременный дождь и завтра примерно такая же ситуация. Завтра дожди будут на севере, ну а послезавтра они вдруг резко опустятся на самый юг Испании, то есть в зону Андалусии, поэтому послезавтра там, если не будет особых изменений, ожидается дождь. Но температуры сильно нигде не упадут, они будут держаться примерно такими же, как и были, а в воскресенье еще и повысятся. Кстати, температуры на сегодняшний день, вот они, нет особых изменений, на севере сегодня обещают от 14 до 20 градусов, в центре Испании от 18 до 26, на юге от 21 до 31 градуса тепла и на Средиземном море от 20 до 26 градусов сегодня. В Аликанты и в нашей зоне плюс 24, плюс 25 на солнышке, в Барселоне плюс 20, в Кадис 25, в Гранаде 28, в Хаэн 31 сегодня, в Малаге 24, 25, примерно так же, как и у нас здесь в зоне, в Севии очень тепло, там 34 по-прежнему, в Севии, кстати, понизится температура буквально на 5-6 градусов из-за дождей послезавтра, так что имейте это в виду. В Мадриде 25, в Мурсии 24, на Болярских островах 22 градуса, на Канарских 24-25, ну а в Валенсии немножко попрохладнее, чем у нас здесь, все-таки она находится севернее, туда облачность придет намного быстрее, чем к нам, и там сегодня 21 градус. вот какие новости нам предоставили наши СМИ сегодня, надеюсь, вам было интересно их узнать вместе со мной, желаю вам прекрасного сегодняшнего дня, и, кстати говоря, видео, на данный момент всякие информативные видео, интересные про нашу зону, помимо новостей, будут выходить, начиная с этой недели, по средам и воскресеньям, поэтому сегодня второго видео не будет, но оно будет завтра, завтра мы будем с вами обсуждать, что можно и что нельзя делать на пляжах в Испании, наконец-то долгожданное видео, которым мне прям не терпится с вами поделиться, мы с вами и посмеемся, и пообсуждаем, поэтому не пропустите завтрашнее видео в 6 часов вечера, помимо новостей, всем прекрасного сегодняшнего дня, и увидимся с вами завтра, пока! Субтитры сделал DimaTorzok